После чего быстро передает мне сюда, в лабораторию. Это будет ответный удар на спор, а то и на все их вторжение. Только поторапливайся, иначе Локхард сюда проживет. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я начинаю такой целый цикл видеоролика, который будет посвящен процессорам и чипсетам AMD. Ну что, ко мне часто обращаются с такими вопросами, какой, можно ли под определенный чипсет взять такой-то процессор, или можно такой-то процессор взять под какой-то чипсет. И зачастую я просто вижу, что некоторые даже известные блогеры, у которых огромная армия подписчиков, творят откровенную дичь, предлагая какие-то сборки. Допустим, процессор какой-то 3600 под чипсет X570. Ну это просто идиотизм полнейший, это незнание материала, это без обид, ребята, но это правда. Это, конечно, полная чушь, такое делать нельзя. Зачем под такой достаточно простой процессор шестиядерный брать топовую материнскую плату на X570 чипсете, нужность которой вообще довольно-таки спорна. И мы поговорим, ребята, ну это как бы отвлечение, мы поговорим вообще в этом видеоролике. Я расскажу для начала, какие чипсеты, под какие процессоры, или какие процессоры, под какие чипсеты, как вам будет угодно. Это особенно будет интересно тем, кто, людям, кто хочет собрать какой-то компьютер, ищет какие-то новые знания, хочет расширить свой кругозор немножко. Вот этим людям будет интересно. Ну и остальным это просто чисто будет информативно и интересно, ребята. Значит, ребята, что вам сказать? Начнем как бы издалека, что, в принципе, новые процессоры Ryzen AMD начал выпускать в 2017 году. И, конечно, не секрет, что в этом же году Ryzen сделала, естественно, и материнские платы под новые процессоры. Значит, с 2017 года по 2020 год вышло уже три поколения процессоров и девять чипсетов. Намечается еще десятый, там, B550. Ну, пока не понятно сроки ихнего выхода. Вот. Этого чипсета непонятно, ребята. Кто-то говорит в этом году, кто-то говорит в следующем. Ну, этот чипсет, я... Как бы это такой упрощенный вариант будет 570-го чипсета. Посмотрим, когда он выйдет. Как бы покамись. Я, честно, я видел только, по-моему, это срока какой-то. Одну материнку такую, довольно-таки, микро-TX формата и больше ничего. Вот. Итак, начнем, значит, самый первый, самый младший чипсет для процессоров AMD. Это материнские платы на А320 чипсете. Что надо знать конкретно об этих материнских платах, ребята? Эта материнская плата на А320 чипсете, надо знать самое главное, что это материнская плата для сборок начального уровня. Эта сборка такой, самый оптимальный, наверное, скорее всего, все-таки офисный вариант под процессоры четырехъядерные со встроенной графикой. Почему, ребята, так? Во-первых, там очень слабая VRM. Там не больше трех-четырех фаз. Это максимум. Это максимум. Вот. А эти, значит, этот чипсет не поддается... процессоры не поддается разгону вообще, не предназначенный. То есть там они просто... Гнать процессор на А320 чипсете просто нельзя. Значит, как правило, у этих матерей на А320 чипсете два слота под оперативную память. Что надо, ребята, еще знать по поводу вот этого А320 чипсета? Надо знать еще, что у матерей на этом чипсете практически отсутствуют радиаторы. И никакие процессоры, кроме четырехъядерных, это мое глубокое убеждение, со встроенным видеодром, ставить на эти материнские платы нельзя. Еще раз повторюсь, это великолепная материнская плата на этом чипсете, но только офисный вариант. Игровой вариант, я думаю, что это самое худшее будет решение в вашей жизни. Что надо еще знать, ребята, что микросхема, которая зашита в эту материнскую плату, она имеет всего 128 мегабайт памяти. И если, допустим, даже это совет такой вот, который вам никто не скажет, ребята, если вы, допустим, покупаете даже эту материнскую плату на А320 чипсете для такого офисного решения, или домашнего, там под интернет, там, вот, я расскажу, какие сейчас процессоры можно на нее ставить, на эту материнскую плату, на этом чипсете. Вы должны знать, что, в принципе, что памяти на микросхеме всего 128 мегабайт. И это немного. И для того, чтобы вам придется под какой-то конкретный процессор этой материнской платы скачивать конкретный биос с прошивкой, прошивка биоса, обязательно должна быть. Узнайте, пожалуйста, перед тем, как вы собираетесь делать эту сборку с этой материнской платой под этот процессор, узнайте, пожалуйста, какая нужна версия биоса. Если вы не умеете это делать, то я вам рекомендую, попросите в том магазине, где вы будете заказывать эту материнскую плату с процессором, попросите, что вам перепрошили этот биос материнской платой под конкретный процессор. Например, я вас знаю, это не реклама, ребята, так вот, я, например, знаю магазин Телемарт, это не реклама магазина Телемарт. Там, где, допустим, при покупке материнской платы есть функция перепрошивка биоса. Она стоит где-то в районе 8-9 долларов из-за такого расчета. Потому что, в последний раз, я помню, там 240 гривен, 245 гривен, я видел, случайно обратил внимание, перепрошивка биоса 245 гривен. Лучше заплатите эти деньги, чтобы ваша система заработала нормально. Какие, ребята, можно порекомендовать процессоры для этой материнской платы на А3020 чипсете? Значит, 2200G, Атлон 200G и А10 9700. Вот эти вот три процессора я вот рекомендую для этой материнской платы. Еще раз говорю, ребята, пробовать на этом чипсете делать какую-то игровую сборку, это верх просто безрассудно. Не слушайте никаких безответственных людей, ребята, я отдаю только ответственные какие-то рекомендации. Я не рекомендую этого делать. Итак, ребята, идем дальше. Ну что, ребятки, дальше у нас идет две матери на двух чипсетах. Это B350 и X370. В отличие от матерей на А320 чипсете, в которых может быть разгон только оперативной памяти, у этих двух чипсетов в 350 и 370 можно уже гнать и процессор. В этих материнских платах есть уже по 4 слота в отдельных моделях, по 4 слота оперативной памяти, больше количества разъемов, лучше система охлаждения. Эти материнские платы могут поддерживать процессоры третьего поколения, но все зависит от производителей. Вот AMD дал это на откуп производителей и надо это тоже знать. Надо также знать, что у матерей, у многих матерей на этих двух чипсетах 350 и 370 тоже микросхема на 128 мегабайт и надо под конкретный процессор надо тоже эти материнские платы прошивать заранее. За благоверие надо тоже при покупке ребята надо обязательно знать какой вы будете ставить процессор и желательно прямо в магазине прошивать уже его этим биосом под этот процессор. Что надо еще знать ребята? Вот я знаю на 100% что у компании Asus и MSI вот эти два чипсета есть биосы для поддержки райзена третьего поколения. 100% я это знаю потому что я уже сталкивался. В принципе эти два чипсета вернее даже эти матери на этих двух чипсетах можно покупать. Но я лично ребята лично я как ответственный человек я не советовал бы это делать. По целому ряда причин. причина номер один AMD как бы уже неоднократно намекала что закончит поддержку чипсетов третьего поколения и покупать как бы какую-то компонент у которого заканчивается поддержка я бы не советовал ребята. Что надо ребята еще знать? Надо знать еще что с выходом процессоров 4000 линейки они уже я думаю 99% скажем так не будут поддерживаться этими двумя чипсетами и уже даже поэтому их можно не покупать. Ребятки еще есть такая немаловажная вещь почему эти чипсеты эти матери лучше не покупать. Ребята вот есть еще одна причина на мой взгляд самая главная наверное самая немаловажная что почему эти чипсеты эти материнки на этих чипсетах не стоит покупать она как бы банально довольно такие материнская плата на б 450 чипсете стоит чуть-чуть дороже но она гарантированно поддерживает процессоры третьего поколения однозначно и скорее всего как мне кажется будет поддерживать процессоры четвертого поколения так так что вот по этим причинам эти материнские платы брать не стоит но ребята если вы уже решили приобрести вы приняли такое решение то какие процессоры можно рекомендовать для этих материнских плат ну во-первых процессоры там первого поколения второго поколения процессоры 2600 да 1600 вот там и самые известные 2200 G ребята и я бы сказал бы даже что вот у отдельных материнских плат на Asus MSI можно даже рекомендовать покупки для процессора 3600 и так ребятки мы с вами плавно подошли чипсет чипсету B450 и X470 начнем я думаю с самого такого универсального самого востребованного самого популярного чипсета B450 этот чипсет слискал себе огромную популярность он пользуется просто мега популярностью по целому ряда причин на мой взгляд первая причина это огромное количество разъемов причина вторая отличная как правило система охлаждения причина третья система питания как правило очень и очень хорошая особенно у таких вот топовых матерей там как Apro Max MSI или Gaming Pro Asus или Gagabyte Aorus вот отличные там есть великолепные либо Gaming X от Gigabyte тоже отличные ребята это отдельно будет про это ролики про чипсеты будет отдельно про каждый чипсет будут отдельно ролики именно про материнские платы какие лучшие материнские платы у каждого чипсета что еще ребята будет причина четвертая будет реализована на мой взгляд это однозначно поддержка процессоров 4000 линейки напоминаю что процессор 4000 линейки выходит в марте 2021 года конечно если нам опять не подкинет жизнь каких-то коронавирусов там шапковирусов и утюговирусов каких-нибудь если они будут я думаю тогда будет все нормально ребята причина пятая возможность устанавливать практически все процессоры на этот чипсет от первого до третьего поколения включая процессоры райзен 7 это 3700 3800 причина шестая о которой как бы мало кто знает но я скажу как бы это то что в микросхеме биоса находится 256 мегабайт памяти и можно туда в принципе записать практически любую версию биоса любую что касаемо чипсета x 470 я думаю что этот чипсет наверное самый такой невыгодной покупки потому что в отличие от чипсета b450 у него самый большой бонус это то что он делит линии PCI экспресс между двумя картами и возможно установка двух видеокарт в режиме crossfire или SLI но на мой взгляд это как бы функция уже пользуется очень маленьким спросом и платить а напомню что вам что материнские платы на x 407 чипсете стоят гораздо дороже чем на b450 и платить лишние деньги за этот такой сомнительный бонус на мой взгляд это довольно таки странное и несуразное решение ну ребята как бы я думаю что про b450 чипсет мы опять запилим отдельный ролик интересный как бы я расскажу про хорошие материнские платы на этом чипсете и так мы плавно подошли к чипсету x570 и так ребятки мы плавно подошли к самому такому мощному но дорогому достаточно чипсету объясню почему мощному потому что этот чипсет как бы предназначен для использования топовых процессоров для топовых сборов поэтому можно назвать что этот чипсет достаточно мощный самый навороченный самый дорогой самый мощный вот так вот самый большой плюс x570 чипсета это наличие разъема PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 два раза быстрее PCI-Express 3.0 есть одна особенность отрицательная чипсет x570 не поддерживает процессоры первого поколения если допустим у вас есть там какая-то компьютерная сборка своя и на чипсет первого поколения там какой-то 1600 к примеру да и вы хотите обновить материнскую плату на x570 вот и потом поменять будущего процессора вы должны знать что у вас материнская плата с процессором первого поколения работать не будет имейте пожалуйста ребята это ввиду также надо еще обязательно знать что именно PCI-Express 4.0 поддерживают этот значит какие процессоры можно поддерживает вернее ребята так какие процессоры поддерживает x570 чипсет процессоры второго и третьего поколения но надо знать одну еще немаловажную деталь что PCI-Express 4.0 поддерживается только процессорами третьего поколения начиная процессора 3500 3600 и выше там 3700 3800 и так далее без этого PCI-Express 4.0 работать не будет казалось бы мощный хороший чипсет но почему они не пользуются спросом почему эти чипсеты матери на этих чипсетах не пользуются популярностью а вот ребята почему все мы знаем что как бы ребята ну это вообще как бы я сказал что это материнские платные на этом чипсете x570 они предназначены для топовых решений я уже ребята говорил что этот чипсет для топовых решений то есть для топовых видеокарт для топовых процессоров предназначен но есть такая интересная особенность что топовая видеокарта работая с разъемом PCI Express 3.0 и переходя на PCI Express 4.0 теряет примерно 1-2% своей производительности и такой бонус является очень сомнительным самой именно этого чипсета этой материнской платы и люди многие геймеры отказываются приобретать эти материнские платы на этом чипсете и я конечно понимаю какие карты вообще поддерживают PCI Express 4.0 это пока карты только от AMD это карта 5500 XT 5600 XT 5700 и 5700 XT это надо ребята вам это все знать что самое знаете такое вот парадоксальное что выигрывает именно в использовании этого чипсета именно в использовании разъема PCI Express 4.0 карта 5500 XT 4.0 гигабайтами вы понимаете в чем дело ребята в общем как бы самый дорогой чипсет нужен самые дешевые видеокарты конечно никакой человек какой-то вменяемый не будет покупать для карты 5500 XT 4.0 гигабайтами видеопамяти топовую материнку почему допустим этой карте нужен желательно именно версии с 4 гигабайтами видеопамяти потому что как бы у нее своей видеопамяти мало и благодаря технологии линии PCI Express 4.0 она активно начинает использовать оперативную память дополняя нехватку своей видеопамяти ну ребята вы заглядите допустим купить карту там за 200 долларов к примеру да как 5500 XT 4 гигабайтами видеопамяти и купить для него материнку за 200 долларов я думаю что это как бы самое неуклюже и странное будет решение вашей жизни смысла конечно в этом я никакого не вижу и наверное вы тоже также в этом ничего не увидите какой еще как бы есть бонус который есть но который сомнительный есть на рынке SSD накопители MVME которые с поддержкой PCI Express 4.0 ребята это как бы накопители они очень дорогие и в теории как бы у них скорость передачи данных 5-6 гигабайт в секунду но на практике получается так что эта скорость держится секунд 10 пока не забивается быстрый быстрый кэш и после этого идет падение до 1-1,5 гигабайта в секунду то есть и этот как бы бонус достаточно такой сомнительный но почему в принципе можно рекомендовать этот чипсет это материнки на этом чипсете к покупке ну в первую очередь для тех кто хочет собрать топовое решение то есть на процессоре 3900 3950x очень дорогое решение во первых у этой материнки есть задел на будущее это самая последняя материнская плата самая такая с самым таким вот PCI-SPRS 4.0 самая новая пока единственная материнская плата которая поддержит PCI-SPRS 4.0 как себя покажет в будущем эта технология PCI-SPRS 4.0 это как бы особенность эта новая функция мы пока не знаем пока бонусов очень мало но для топовых решений именно для процессора 3900-3950 наверное на мой взгляд это самое лучшее решение 9 чипсетов но на мой взгляд сегодня самое интересное является 3 чипсета это A320 это чипсет начальный офисный уровень великолепный второй это чипсет B450 среднебюджетное отличное великолепное игровое среднебюджетное чуть даже выше решение и чипсет X570 топовое решение дорогое но с большим заделом на будущее вот ребята вот так вот я увидел эту тему так я ее раскрыл я думаю что вам наверное есть что-то возразить вам есть сказать какие-то свои замечания по этому поводу пожалуйста ребята я за дискуссию за разумные какие-то замечания с вашей стороны если будут какие-то вопросы дополнения замечания пожалуйста пишите я постараюсь ответить всем по возможности подписывайтесь на мой канал ребята берегите себя помните что лучше в людных местах без маски без перчаток не появляться по возможности пожалуйста ребята сидите дома берегите себя своих близких ребята всего доброго вам и до новых встреч до встречи Продолжение следует...